Приветствую! Вы на канале Realistic PS. Не с горами, выход первого DLC для новой части. И в сети уже потихоньку начинает появляться первая информация о том, что нас может ожидать в первом крупном обновлении. О чем-то можно догадаться уже прямо сейчас, а какие-то новости находятся на уровне банальных слухов. Тем не менее, в рамках этого видео мы разберем всю информацию, что доступно на данный момент. И перед тем как мы начнем, в очередной раз напомню о том, чтобы вы не забыли поставить лайк и отписать комментарий. Это помогает продвижению ролика в дальнейшем. А если вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь и нажмите на колокольчик для уведомлений. Новая часть пса уже вышла. Они за горами и годные патчи для нее. Их вы можете найти на сайте pesrus.ru. Патчи для актуальной части 20, 19, 17 и 13 на любой вкус. Актуальные новости и отзывчивая администрация также ожидает вас на сайте pesrus.ru. Ссылка в описании. Если вы до сих пор не знаете, когда выходит первая DLC для пьеда 2021, то держите подтвержденную дату. 22 октября 2020 года. То есть это будет в четверг, как и всегда. Ведь если вы не живете в пещере, то наверняка должны быть в курсе, что все обновления, будь то обновления составов или полноценные DLC, канами выпускают именно в четверг. Поэтому можете отметить 22 число, как выход первого глобального обновления. Возможно, у кого-то это словосочетание вызывает этакий триггер. Но все-таки я повторюсь. В этом DLC стоит ожидать обновления базы данных. То есть должны перевести все команды из низших лиг в высшие. И наоборот, из высших в низшие. Сменить участвующие команды в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. А также обновить участников суперкубков. А вот что касаемо обновления регламента кубков и лиг, вот здесь сказать трудно. То есть обновленный регламент нашего кубка точно проигнорируют. А поэтому стоит ожидать лишь изменения в качестве разрешаемых замен. И то не факт. С приходом нового DLC в игру заводятся новые фейсы. Наверняка какому-то Роналду в очередной раз изменят прическу. Или Холланду, который уже давно бегает с длинными волосами. Но также добавят фейса и из прошлых частей. Например, Робану, который в этом сезоне возобновил карьеру. Также фейс могут вернуть и новичку Аякса, Энтони. В прошлой части у него уже был фейс. Но на старте этой его почему-то нет. До DLC в игру вернулся Ансу Фатим. Поэтому в первом DLC стоит ожидать возвращения и его фейса. Он также был в предыдущей части, как мы все с вами помним. После трехлетнего отсутствия в игре, Марио Йодс возвращается в серию игр PS. Ранее немец числился в Баруси, который нет в игре с 19 части. Но теперь Марио перебрался в голландский PSV. И должен появиться в игре со своим реальным фейсом из 18 части. Также вангую, что у некоторых игроков, вот такие как Фидаль, Тиаго Алькантра, Суарес и других, пропадут татуировки. Как это было с Хаммисом в предыдущей части. Когда он на старте 20-й песке, колумбийцы располагали рисунками на своих руках. А после DLC они пропали. Скорее всего, это связано с тем, что все татуированные футболисты покинули свои лицензированные клубы. И присоединились к фейковым. А поэтому и лишаются своих татуировок. Если честно, не до конца понимаю, как это работает, но все к этому и идет. Наверняка разрабы добавят третий комплект и форм для партнерских команд. А также исправят уже имеющиеся комплекты. Доподлинно неизвестно, коснется ли эти изменения наших клубов. Но хочется верить в лучшее. Что касаемо нового контента в виде стадионов. То есть слухи, что стадион Маракана может вернуться в игру. Напомню, что в текущей части он был вырезан из-за передачи прав Electronic Arts. Если я не ошибаюсь. Однако, новость касательно Маракана, это лишь слух, не подтвержденный, но и не опровергнутый никем. Поэтому нам остается лишь ждать. Помимо бразильского стадиона, можно ждать возвращения стадиона Фенербахче. А также стадион Национальда Чили. Также ранее присутствующий в игре, но последствия вырезаны из игры. Со слов одного бразильского стримера, это DLC будет весить целых 4 гигабайт. И если я не ошибаюсь, это самое крупное обновление за все время. В 19-й части, в 18-й, в 17-й, в 16-й, ну и так далее. И если ранее упомянутые стадионы подтверждятся, то они займут как минимум половину места этого DLC. И все ранее упомянутые, это далеко не единственный контент, который ожидает игроков. Будем надеяться и ожидать, что японцы порадуют нас количеством нового контента и исправлением уже имеющихся ошибок. А также, что немаловажно, они не изменят геймплей. Ну а что вы ожидаете от этого DLC, обязательно отпишите в комментариях. Также не забудьте поставить лайк под этим видео, что существенно поможет его продвижению. А если вы на канале впервые, то обязательно подписывайтесь и нажмите на колокольчик для уведомлений. Немного осталось до 1000 подписчиков, что следят за каналом с включенным колокольчиком. Поэтому, если вас еще нет в их числе, то обязательно присоединяйтесь к этим красавчикам. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, услышимся уже скоро. До скорой встречи, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok